Дональдова Карина Дональдова Карина Вот так выглядит игровое поле. Довольно яркие цвета, удобное управление у игры. Почему-то разработчики обрамили центральное поле в своеобразную рамку, как по мне, можно было обойтись и без нее. А вот удобное расположение данных игроков по краям поля позволяет играть на планшете, находясь по разные стороны от него, и не переворачивать его при переходе хода. Доступ к целям осуществляется слайдом вниз сверху экрана, и все три цели сразу становятся видны. Для увеличения достаточно кликнуть по карте. Увеличение карты поля также можно настраивать. Можно выставить одним нажатием, либо движением двух пальцев, либо вообще отключить. Ну что ж, пару слов о правилах игры. В начале партии каждый игрок получает по 40 поселений своего цвета. Как только один из игроков выставит все 40 на поле, игра оканчивается по завершении раунда. Очки, а точнее золотые монеты в игре достаются за выполнение заданий от строителей. Всего в игре их 10 карт, а каждую игру вы получаете по 3 случайных, что добавляет разнообразие в партии. Поле в игре модульное и составляется из 4 кусочков, а всего в игре их 8, так что это дополнительное разнообразие, которое дает поле. Итак, в свой ход игрок получает карту местности, на которую он должен выставить ровно 3 поселения. Правила выставления гласят, что на одном гексе может быть только одно поселение, и вы всегда должны строить поселение в соприкосновении с уже выставленными поселениями. Однако, если данной территории нет рядом с вашим поселением, вы можете выставить поселение на любой участок с требуемым типом местности. Дополнительно в игре есть локации замки. Замки дают игроку по 3 очка, если хотя бы одно поселение находится рядом с замком. А вот локации дают игроку специальную возможность, которую можно разыгрывать свой ход как до выставления 3 обязательных поселений, так и после. В игре также присутствует возможность настройки игры. Можно выставлять локации, которые и будут присутствовать на поле, либо же сами части поля. Также можно выставлять строителей, которые будут давать цели на игру. Красочные и сочные цвета приятно радуют глаз. В данной игре используются оригинальные арты правила, что позволяет после обучения спокойно садиться за настольную версию и вы будете профи в ней. Из минусов хочется отметить, что на телефоне не очень удобно играть в эту игру. При увеличении все видно хорошо, а вот отдаляя поле выглядит очень мелко и приходится всматриваться. Также скажу, что игра была выпущена на Android довольно давно, однако обновлений глобальных она так и не получила, и ни одного дополнения из настольной версии она не получила так же, что довольно огорчает. Больше-лучше, и это как раз про эту игру. Это касается не только размеров поля, а и количества игроков, потому что в нее играть интереснее, на четверых намного больше, чем в дуэльном варианте. Подводя итог, хочется сказать, что игра действительно вышла удачной. Хорошее удобное управление, подсвечивание мест для возможного расположения очень помогает игре, особенно новичкам. Неплохой АИ, возможность играть онлайн и офлайн с друзьями добавляет плюсов, а вот мелкие значки и отсутствие допов это жирный минус. Музыкального сопровождения в игре также нет, и еще как всегда разработчики обошли стороной русский язык в игре, но спасибо, что есть английский. В общем, это все, что хотелось сказать по игре Kingdom Builder. Кому понравится это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, ну а с вами был Бивер и настольные игры. Всем хороших настолок. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok